Продолжение следует... 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 Ну так вот, значит, смотрите, даже если мы, да, по методике гидромета в зоне 10 километров считается, что загрязнение точно такое же, как на посту измерения. Значит, мы сейчас проводим политику, еще публикации, беседы с Роспроднадзором и Роспроднадзором о том, что эта методика неэффективна. Более того, не просто неэффективна, она недостоверная, она ложная. На основе 8 постов нельзя говорить о конкретных значениях загрязнения по всему городу. Видите, вот здесь белые пятна? Вообще, в принципе, даже по существующим методикам не охватывает весь город. Тут как минимум еще 6 номер постов поставить. Но методика будет помогать, повторяя, что все загрязнения в 10-километровой зоне, они равны тому загрязнению, которое контролируется на посту. В космос в настоящее время, значит, три раза в день снимается информация и обрабатывается. Три раза в день. И вот мы говорим, что, в общем-то, метод некорректен. Фоновые концентрации, продаваемые предприятиям, ложные. Значит, ну, в общем-то, все. И тем более, стационарные посты контролируют порядка 25 веществ, которые выбрасываются по городу, а вещества выбрасываются порядка 250. Ну, так, порядок сохранен, там, равенца в каком-то количестве. То есть, существующая система инструментальных замеров под помощью постов, гидрометслужбы не обеспечивает ни нормального контроля, ни нормальной ситуации в руководстве. Более того, продаваемые информации недостоверны. Вот. Ну, тут 10-килитровая зона просто показывает, что вот если у нас какой-то выброс идет, то концентрация, она постепенно снижается. И данные в точке, скажем, начала 10-килитровой зоны, там находятся пост и после постов совершенно разные. Это, если мы рассматриваем загрязнение от источников в таком виде, а тем более, она сокращается, когда след расслуживается в разные стороны. Ну, это уже нюансы, которые, конечно, вы видите, вот он выброс, идем, да, вот тепловой выброс. Приходилось такое видео? Верно, приходилось. Видели такую картинку? Особенно красивая эта картинка, когда вот из Москвы возвращаешься, самолетом, там, утром летишь, когда вот такой вот летом разовой, в общем, красивый, и вот эти, значит, сверху сможешь как-то охватывать загрязнитель наш город. Ну, есть такое, ладно. Ну, значит, в процессе этого выброса постепенно осадки оседают в черте города, на населенные пункты, и мы этим дышим. Это ложится там на наши огороды, мы это едим, и так далее, и тому подобное. Мы это еще и пьем, оказывается, потому как на водоеме тоже сказываются осадки от этих выбросов. Их много. Ну, значит, описать этот выброс можно в виде математической модели, вот одна из них, это модели Каоса. Я не буду входить в математику, это совершенно не нужно, не важно. Значит, этот метод у нас в России почему-то не применяется, именно поэтому мы взяли за основу вот этот метод. Потому что он западный, и он всегда везде применяет. Ну, и разработали свои модельки. Значит, вот, скажем, вот отдельное мероприятие, несколько выбросов, да. Вот как, для наградности, вот один выброс, здесь интенсивные завезения тут меньше, зеленая зона еще меньше. Вот когда пересекаются эти черные, получилось пятно от двух выбросов, которые нам уже есть друг на друга. Тут много технических вопросов, которые мы решали, потому что, чтобы просчитать выброс, нам надо совместить систему как на городскую, с системой коронапредприятия, там все это взаимоотношения и прочее. Все это мы сделали. Ну, тут просто играли с таким применением, может быть, разработанных нашим элементом. Например, вот взяли город, австрактный, поместили тут несколько предприятий. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, так, да, поместили предприятия. И просмотрели, значит, при разных направлениях скорости ветра в течение какого-то периода, разных скоростях, разных условий приземных, и показали, что вот в этом городе мы можем выделить зону, где совсем все-все плохо. А вот здесь вот беленькая, видите, оказалась. Вот сюда надо ехать и строить свой коттедж. Тут чистый, чистый воздух. То есть, видите, вот таким вот образом, ну, это абстрактная картинка. А мы взяли, ну, я не буду скрывать, что у нас тут проблем нет, промплощадка, просто мы проводили инвентаризацию выбросов нефтекомбината. Ну, и, в общем-то, хотя информация-то конфиденциальная, но нам позволили для новых целей использовать эту информацию. Вот нефтекомбинат. Вот источники выбросов Фенова. Почему мы взяли Фенова? Потому что Фенова нет нигде больше. Загрязнение, это от Фенова только отсюда. Значит, контроль проводится на клинице санитарной щитой зоны, вот такая вот территория. А здесь измерения проводится сертифицированная организация, лаборатория, которая позволяет получить инвентарную информацию. Вот он, тот пост, о котором я говорил. А вот наш технический университет, вот точечка. Ну, вот мы проводили работу, значит, какая же информация получается. В этой ситуации провели анализ. Анализ там достаточно интересный по-своему. Видите, оказывается, на странице санитарной щитой зоны, когда случайно подъезжает, ну, либо этот орган, который проверяют, либо надзирающие органы проверяют, ставят в какой-то точке и получают какой-то результат. Говорят, все хорошо. А здесь может быть и все хорошо, потому что, а где надо встать? А встать надо было вот здесь, максимальной концентрацией в определенных погодных условиях. А приезжает, скажем, вот в этот момент, ветер еще в стороне, получает хороший результат, все в норме, полегнет. Это недостоверная информация. И на таких моментах много. То есть мы анализировали ситуацию воздействия от всех источников, наукно-организации, 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 наукно-организации и наукно-организации. И проверяли свои данные через эту лабораторию. То есть получили удовольствие хороший результат. Вот. Ну, тут просто схема математической модели, как накапливать информацию. В матрицах помещаются данные концентрации и параметров окружающих, скажем, направления и силы ветра. Но это не важно. Вот база данных, как собирается, и в конце концов, делась на фронтной концентрации. Так вот, оказалось, я говорю, скатеринный рисунок, когда мы накопили информацию по трех годам в направлении силы ветра, значит, пост нам дал число 4 микрограмма на метр кубический по фенолу фронтная концентрация. Причем, вне зависимости от направления ветра. Мы посчитали, когда посчитали, оказалось, что мы хотим 4,2 микрограмма. Значит, ну, мы учитывали все параметры. Мы не отсекали там крайние. Они не отсекают, мы не отсекали. Вот фронтная концентрация. Но когда мы посчитали по той же... То есть все достоверно. Мы проверили на границе метра защитной зоны. Мы проверили по официальной информации гидромета. И потом заняли для нашего технического университета, где мы уже контролируем этот проект. Выяснилось, что фронтная концентрация здесь у нас получилась 2,4 микрограмма. А запрошенная справка гидромета дала нам, что у нас 4. То есть точно так же, как на посту. Выясняется, что информация не достоверна. Если бы мы были промышленным предприятием, то мы вынуждены были сократить свое производство для снижения выбросов. Ну, либо там предпринимать определенные усилия для того, чтобы снизить выбросы. То есть мы оказались здесь, в этой ситуации, в угнетенном состоянии. Если бы мы были промышленным предприятием, мы бы пошли сейчас в суд. что информация, которую он дал гидрометер, не достоверна. В то же время, в этих точках активация окажется заниженной. Как и везде рядом расположены в точках. То есть о чем это говорит? В общем, в конечном итоге мы создали метод расчета определения концентрации в любой точке населенного пункта в любой момент времени. То есть мы можем теперь контролировать полностью весь двор, независимо от того, где окажется эта точка, даже там, где нет вот этих условий. Ну вот, нужно будет после этого поставить? Да, нужно. Почему нужно? Потому что мы это расчетом провели и площадь рассчитываем в каждой точке, где находится в воздухе. Если данные совпали, значит информация будет достоверна по всему городу. Если не совпали, значит там уже эта информация для анализа. Ну, в общем, таким вот образом, значит, в чем недостаток этого метода, расчетного метода? Дело в том, что в настоящее время у каждого предприятия есть том ПДВ, то есть том предельно допустимых выбросов, выбросов по каждому веществу, которое производится на этом предприятии. Этот том формируется при помощи либо расчетного, либо инструментального метода замера выброса от любого источника. Однако, изменение режимов работы источника приведет к тому, что он может меньше выбросать, ну и может выбросать больше. Мы пользуемся тем, что нам может получить на основе вентаризации. А это, в общем-то, конечно, уязвимый момент. Но, хочу вам сказать, что в настоящее время ведется работа, и в частности, Газпром, нефть. Газпром в целом, значит, Газпром нефть струнной контроли в Санкт-Петербурге принял решение, добровольное решение. Но они стремятся к тому, что в статье европейской компании, а там, к кому-нибудь относится не просто серьезно, а трепетно, я бы сказал. Трепетно. И они, как европейская компания, решили создать авторизированную систему мониторинга выбросов. То есть на основных организованных выбросах будет стоять система, которая позволит определять набранный выброс этого источника в каждый момент времени. Ну, а дальше, значит, информация передается там в локальную умничную сеть предприятия, и за счет обработки, математической обработки позволяет рассчитывать все, в том числе и давать открытую информацию для населения о том, что делается в этом предприятии. И это будет уже в 15-м году. То есть и наша нефтекомбинация собирается, даже если, откуда я знаю, потому что мы разрабатываем математическое обеспечение для получения вот этой информации. И оно было внедрено уже лет 6 назад, вот частично. И вот с добавлением наших моделей системы это будет работать. Сейчас мы находимся на стаде для золотых техзаданий, для Доспрома. Это просто как выход для дальнейшей нашей работы. И когда это все будет сделано, этот опыт Доспрома будет распространен в обязательном порядке для основных предприятий, загрязнителей просферного воздуха города или населенных пунктов. Вообще, в принципе, по стране. Вот таким вот образом. Значит, ну, тут я много наговорил, все хорошо. А теперь такой вот момент. Дело все в том, что этот метод позволяет нам кроме всего больше не только дать информацию состояния загрязнения города мозга. Этот метод нам позволяет определять виновника, который выбросил, ну, имеется совершенно ненормативный выброс. Вот давайте вот громко нашумевшее дело, недавно буквально, когда это февраль месяца было, помните, черный снег? Много писали, там, искали кто там, виновника, прочее. Виновника нашли, растерзали, там, и оштрафовали, и отозвали лицензию на выброс. Очень большие финансовые насчеты прошли на ТК-11. И, в частности, ТЭЦ-5. которые назначили виновником. Назначили все. Там были задействованы Роспотребнадзор и Межрайонная Прудоохранная прокуратура, и назначили гипотерпо. Только агент как могло отбивалось, но, видимо, там много чего здесь связано. Ради Бога, значит, мы взяли совершенно официальную метеосвоку на те дни, где указаны параметры в частности направления и силы ветра. Взяли карту, гугл-шар позволяет снимать любую карту, и показали. Вот точки загрязнения, где были зафиксированы точки загрязнения. Вот было направление ветра. Значит, примерный овал, который позволяет построить, без проблем. То есть, источник где-то находится в рамках этого овала. А то есть, 5 находится вот здесь. То есть, она, в принципе, не могла быть источником. В принципе, на тот день, на который ее назначили виновы. В общем, тут много нюансов. Вопрос не закончен. Чем закончится, не знаю. Но между тем. То есть, вот, если бы если бы назирающий орган обратился на помощь виновников, мы бы оградить сузелем и оградить в поиске виновников. То есть, там сразу было объявлено, что это замарки бастузского угля, то есть, спрятали бастузского угля, начали анализировать, там что-то не срослось, информацию спрятали, что там где-то почти цементом оказался. В общем, тут много вопросов и, скорее всего, вопросы политические, чем какой-либо другой. То есть, причем только 11 уже не стал бороться. виновники не они их назначили. С другой стороны, когда был белый порошок летом прошлого года, помните такую ситуацию? Белый порошок. Там все четко, когда Нескендар просто в орган обратился к нам, мы ему показали, что это их. Вот погода и условия, вот территория, вот границы, вот у вас примерно отсюда прилетело. Ну и все, и они замолчали. не согласились и на законе основания. Да, они пострадали, но они теперь знают, что это не было. А здесь вот. То есть, вот возможности для будущего мы продолжаем работать. Хочу сказать, что на этой тематике, ну, в разных ее проявлениях защищено три кандидатской диссертации. все трое Баженов, Баглоева и Калин работают на карте все выпускники нашей специальности. Это был специально снижаемый защитой окружающей среды. И вот выход Никитина приходила. Ну вот такой-то небольшой экскурс в мультики исследований. Исследования не закончены, работа продолжается, интерес вызывает большой. В ходе того, что сейчас Роспотребнадзор готов сотрудничать с нами в плане предоставления данных по инвентаризации. Это коммерческая тайна, даже не коммерческая, но это что-то отклюдаем тайна. Но мы можем помочь Роспотребнадзору решить ряд вопросов, которые сейчас не имеют выхода. То есть работа продолжается и достигнет всего. То есть вот такой полу-негативный момент нашей реальной жизни в городе Омске. То есть мы будем продолжать участвовать в крупных мероприятиях. Они проводятся как-то чистый воздух, в частности, когда, даже не месячник раньше был, а трехмесячник, когда контролировались выруси предприятий и выглядели, как-то, даже ситуация на тот момент стала лучше. и, в общем-то, конечно, я сначала задал вопрос какой-то провокационный, в том, что хорошо у нас в Омске или нехорошо с атмосферным воздухом. Ну, вы говорите, плохо. Ну, да. Но я помню то время, когда я был в вашем возрасте и проезжая, скажем, от Марьяновки в сторону Омска, и когда смотришь в окно в сторону Омска, над городом Омска стоял такой сизый купол. Значит, и такой показатель, ну, наверное, знаете его или нет, это, в принципе, не важно, так называемый ИЗА-5, индекс загрязнения атмосферы по 5-й самым существенным веществом донационного пункта. У нас за последние 15 лет он сократился с 15-ти до 8-ми, то есть практически в два раза город стал чище, за это время. Это официальная информация, то есть та, которая везде транслируется. Да, по-нормальному на 5, и мы к этому пойдем и идем. По крайней мере, стационарные источники загрязнения мы контролируем, воздействуем, сокращаем, переводим на газ, и, собственно говоря, там много лет, там оставались единицы, и даже на мазоте тоже мало. Вот тут возникла другая проблема для Омска, это автотранспорт. Сейчас 60% загрязнителей города Омска, это автотранспорт. Ну ладно, дальше не продолжаем, эту тематику я закрываю. Нашу цивилизацию была там, вы знаете, мельный век, железный век, каменный век, так условно называют это время. Сейчас у нас века или период углеводородный. Вся наша цивилизация стоит на том, что мы используем углеводородное топливо, которое в большинстве просто бездарно сжигаем, получаем определенные виды энергии, тепло и так далее, которое используем себе во благо. Это вы знаете. Как вы можете не знать, если наша страна что-то живет на углеводородном топливе, то есть если эта цена начала падать, то уже нашу куда-то тоже покатиться. Но это вы знаете каждый день наверняка. То есть добыча, транспортировка, эксплуатация сопровождается различного рода авариями, несовершенствуемого оборудования и так далее и тому подобное. В результате возникает очень много проблем с растягившимся углеводородным топливом, нефтью в частности, либо бензином, маслами и так далее. Ну здесь показано глобально. Это просто ну и такое есть. То есть кто на Северах был, наблюдал такую картину. Даже видишь на самолете из Омска в Сургут летаешь, там эти черные пятна существуют. Ну это глобально, это большая проблема, занимаются люди, там крутятся большие деньги. И вот мы их замораживали, размораживали, замораживали, размораживали, в чистом виде замораживали. Значит, после того, как они пролежали в воде, замораживали. Никаких физических изменений, химических изменений не происходит. Мы их заливали кислотой. Ну конечно кислотой в соль или там разбавленная. Ну среди такая реакция, а потом происходит через какое-то время. Да, есть определенная реакция, да, что-то там, какие-то одиночные улучшаются, но при больших концентрациях. При малых вообще тут практически ничего не дает. Ну вот, выдерживает. Выдерживает. То есть можно хранить, но это же отход. То есть мы за него отвечаем. Мы либо его сами храним и платим налоги, либо передаем кому-то, там продаем, там продаем, если возникает. Вот, то есть вот он не вегетирует, это хорошо. То есть контакт с водой без проблем, сон, как он теперь без вводен, сон дождей ему не опасный. Более того, чем дольше лежит этот капсулевый материал, тем толще становится эта оболочка, как это СО3, тем прочнее он становится и тем устойче становится к воздействию окружающей среды. Ну теперь что с ним делать? Самая первая мысль, это, конечно же, восстановить там почву, то есть там применить какие-то биологические методы. И вот мы начали экспериментировать с биоремидиацией. То есть мы капсулиновым материалом разных лет, как мы там брали там, сейчас он уже 10 лет он достиг, 9-летней давности было от 6-ти, от 3-х. Ну и сравнение, как реагирует это все. То есть мы капсулиновый материал смешивали там с брунтами разной концентрации и высаживали обычные травы. Не коммуната, а синие нет этого. И вот, скажем, несколько трехлетних выдержек капсулы. Ну вот трава тут хорошего осла, там потихоньку начиналось снижение человечного состава почвы и она шла восстановлена. Ну, эксперимент не закончен, мы просто показываем, что трехлетний, пожалуйста. Значит, вот она трава растет. Если мы берем 6-летние выдержки, видите, тут зависит от того, какое количество мы грунта подмешиваем, это для процесса жизнедеятельности. Видите, тут уже кусочки трав. А вот здесь вот 9-летние, еще не растет ничего. В принципе, не растет. Ну, вот, значит, от срока хранения, например, там, тесмотности, щелочной состав, какой есть начинка. Видно, что если менее трехлет, то там идет процесс снижения щелочного состава, а следовательно снижение проблем, которые препятствуют росту растений. То есть, если он с материалом до трехлет, мы можем его потихонечку восстановить на роганной почве, то есть, применяя обычные биологические методы. Ну, мы сомфитрим ядцу, то есть, мы не используем чарей ничего, но вот такая ситуация. Ну, хорошо, а что делать? Здесь понятно, то есть, если мы то, что произвели, мы можем восстановить почву, там, восстановить там структуру и прочее. А что делать с тем, что уже ничего не сделаешь? Вот, вот это. Как быть? Куда девать? Ну, мы задумались, а куда девать? Значит, дело в том, что этот материал имеет вид, вот, видите, вот если подойти, и кто не знает, возьмите руки, структура песка. Это структура песка. То есть, похож на песок. Ну, и первая мысль наша была, а можно его как песок и использовать. Именно этим вопросом, то есть, задались, ну, а куда использовать этот песок? Ну, самое простое, это в дороге, в дорожной подсыпке. Вы знаете, что на северную дорогу провожили, там, значит, она, значит, утонула, утонула, опять утонула. И вести на песок с материка, там, это очень дорогое удовольствие. Почему не использовать, в том числе, пусть не в чистом виде, а в смеси с песком, значит, вот этот материал, уже отход сюда. Но для этого надо знать, а как он себя поведет. И вот мы просто провели исследование. Взяли в свою баночку, насыпали различные материалы, прикладывали различные давления. Значит, нормальное состояние, это, ну, давление, то есть, на грунт от больших грузов, там предыдух с небольшим мегапаскаль, получается, по всем расчетам. То есть, он должен делать 2 мегапаскаль. Ну, вот здесь, скажем, вот этот, ситуация. Это обычный стендик, пресек, находится на кассиве 3 машин, банны, что сделал нашим магистром, папа, там, своеобразно, значит, и с пресеком, вернее, там, по стеночке отцом надавили. Самый пацан просто разрушается, капсула идет. Ударим, ударим, как определить, что разрушилось? Предложите, метод, как определить, все закрыто, ничего не видно. Как определить, что капсула разрушилась? Это запахом. Запах на нефтью. Вот, видите, раздавились капсулы. Ну, это мы признали бушевую сильную капсула. На дорожном покрытии больше двух с половиной не бывает. То есть, и вот, на основе это мы рекомендовали. То есть, для аксула, чтобы не менее трех лет, целесообразно проводить его рассеивание, там, плодородственной, почерской, имени технологии фитромьез. И дальше, там травка растет, деревья, кустарники, деревья растают. И последовательно. Там, где больше трех лет, вот, первая грязь, конечно, подсыпки. Ну, либо это подсыпка под дорожное полотно, а еще более эффективно это подсыпка под трубопроводный, нефтепроводный транспорт под трубу. Почему? Потому что щелочный состав там улучшает характеристики, снижает воздействие кислотной почвы на эти трубы. То есть, там, нейтрализуется ситуация, и вроде бы он снижается агрессивное воздействие от окружающей среды на трубопроводный. Ну, в общем, вот такая ситуация была. Какой недостаток этого метода регентного капсулирования? Дело в том, что мы можем использовать его только в летнее время. Почему только в летнее время? Потому что там мерзную грунтку, куски там, и не перемешаешь, и там проблемы возникают, и так далее, и так далее. Ну, но в процессе испытаний, ну, собственно говоря, это и не секрет, что когда мы гасим, и здесь, то повышается температура. Мы проводили исследование на различных этих составах. Значит, вот здесь он просто перемешан, и тут вот быстренько сюда, там, сюда, показывает. Значит, вот сюда завели водичку, и резко идет процедура повышения температуры. Мы продолжаем это размешивание, и в конце концов там мы высыпаем уже продукт в более нормальной температуре, да, реакция прошла. И вот этот способ мы решили распространять, использовать для того, чтобы использовать установки по этот метод в зимнее время. Вот, и вот эти, суть его замерзает то, что мы ввели дополнительно оболочку, какую-то герметичную оболочку, и когда идет процедура, значит, основного консулирования, за счет тепла, тепло, и там до 120 градусов достигает, для разных, там чуть меньше, кому-то лучше, наливается вот эта оболочка. Мы высыпаем отработанный брус, засыпаемся в мертвый брус. За счет нагрева он плавится, ну, не плавится ли никак, поднимается температура, он становится рыхлым, и дальше просто добраем реагенты и вперед. Используем, то есть мы расширили возможности метров, все, там подали два, две заклипотеки. Вот мы их замораживали, размораживали, замораживали, размораживали. В чистом виде замораживали, значит, после того, как они пролежали в воде, замораживали, никаких физических изменений, химических изменений не происходит. Мы их заливали кислотой. Ну, конечно, кислотой, не консулирование, там разбавленное, ну, и, в среднем, такая реакция потом происходит через какое-то время. Да, есть определенная реакция, да, что-то там, какие-то Одиночный рушается, но при больших концентрациях. При малых практически ничего не будет. Ну вот, выдерживает. То есть можно хранить, но это же отход. То есть мы за него отвечаем. Мы либо его сами храним и платим ему налоги, либо передаем кому-то, там продаем, там продаем, если возникает. Вот. То есть вот он не вегетирует. Это хорошо. То есть контакт с водой без проблем. С водой дождей ему не опасны. Более того, чем дольше лежит этот капсулевый материал, тем толще становится эта оболочка, как СО3, тем прочнее он становится и тем устойче становится к воздействию окружающей среды. Теперь что с ним делать? Самая первая мысль, это, конечно же, восстановить почву, то есть применить какие-то биологические методы. И вот мы начали экспериментировать с биоремидиацией. То есть мы капсулировый материал разных лет, как мы там брали, там, сейчас он уже 10 лет он достиг, 9-летней давности было от 6-ти, от 3-х. Ну и сравнили, как реагирует это все. Скажем, мы капсулировый материал смешивали там с брунтами разной концентрации и высаживали обычные травы. Не было, не было, не было. И вот, скажем, если трехлетние выдержки капсулы, ну вот трава тут хорошего осла, там потихоньку начиналось с снижения щелочного состава почвы и она шла к восстановлению. Ну, эксперимент не закончен, просто показываем, что трехлетний, пожалуйста. Значит, вот она, трава растет. Если мы берем 6-летние выдержки, видите, тут зависит от того, какое количество мы грунта подмешиваем, это для процесса жизнедеятельности. Тут уже кусочки травы, а вот здесь вот 9-летние, вообще не растет ничего. В принципе, не растет. Ну, вот, значит, о сроках хранения, например, там, дисмотности, щелочный состав, какой есть начало, видно, что если менее трех лет, то там идет процесс снижения щелочного состава, а следовательно, снижение проблем, которые препятствуют росту растений. То есть, если он сматериал этот трехлет, мы можем его потихонечку восстановить, нормальная почва, то есть, применяя обычные биологические методы. Ну, мы, в основном, фитромдиацию, то есть, мы не используем чай, ничего, но вот такая ситуация. Ну, хорошо, а что делать? Здесь понятно, то есть, если мы то, что произвели, мы можем восстановить почву, там, восстановить, там, структуру и прочее. А что делать с тем, что уже ничего не сделаешь? Вот, вот это. Как быть? Куда девать? Ну, мы задумались, а куда девать? Значит, дело в том, что этот материал имеет вид, вот, видите, вот, если подойти, и кто не знает, Возьмите руки, структура песка. Это структура песка. То есть, похож на песок. Ну, и первая мысль наша была, а может, его как песок-то использовать? Именно этим вопросом, то есть, задались, ну, а куда использовать песок? Ну, самое простое, это в дороге. Дорожный пациент. Вы знаете, что на север дорогу провожили, там, значит, она, на севере, тут утонула, потом новая дорога, опять утонула. И везти на песок, и с материка, там, это очень дорогое удовольствие. Почему не использовать, в том числе, пусть не в чистом виде, а в смеси с песком, значит, вот этот материал, уже, отход сюда. Но для этого надо знать, а как он себя поведет. И вот мы просто провели исследование. Взяли в свою баночку, насыпали различные материалы, прикладывали различные давления. Значит, нормальное состояние, это, ну, давление, то есть, на грунт от больших грузов, там, приятный дух с небольшим мегапаскалем, получается, по всем расчетам. То есть, он должен делать 2 мегапаскаля. Ну, вот здесь, скажем, вот этот, это обычный стендик, пресек, находится такая, среди три машин. Баночку сделал нашему магистру, папа, там, своеобразно, значит, и с пресеком, вернее, там, пластиночкой, отцом надавили. Сама, пацан, просто, разрушается капсула, идет. Ударим, ударим, как определить, что разрушилось? Предложите, метод, как определить, все закрыто, ничего не видно. Как определить, что капсула разрушилась? Это запах, запах на нефть. Вот, видите, раздавились капсула. Ну, это мы предполагали больше усилий на капсулах. На дорожном покрытии больше двух с половиной не бывает. То есть, и вот, на основе это мы рекомендовали. То есть, для государственного транса, чтобы хранить менее трех лет, целесообразно проводить его рассеивание, там, подорожное, почерское, и менее технологии фитромьяц. И дальше, там, травка растет, деревья, кустарники, деревья растают. И последовательно. А там, где больше трех лет, вот, прямая грязь, конечно, подсыпки. Ну, либо это подсыпка под дорожное полотно, а еще более эффективно это подсыпка под трубопроводный, нефтепроводный транспорт, под трубу. Почему? Потому что щелочный состав, там, улучшает характеристики, снижает воздействие кислотной почвы на эти трубы. То есть, там, нейтрализуется ситуация, и, вроде бы, он снижается агрессивное воздействие окружающегося на трубопроводный. Ну, в общем, вот такая и ситуация была. Какой недостаток этого метода регентного капсулирования? Дело в том, что мы можем использовать его только в летнее время. Почему только в летнее время? Потому что там мерзную грунтку, куски, там, и не перемешаешь, и там проблемы возникают, и так далее, и так далее. Ну, в процессе испытаний, ну, собственно говоря, это и не секрет, что когда магазин не изъясни, то повышается температура. Мы проводили исследование на различных этих составах. Значит, вот здесь он просто перемешан, а тут вот быстреночки сюда, сюда подъедите, пока. Значит, вот сюда залили водичку, и резко идет процедура повышения температуры. Мы продолжаем это размешивание, и, в конце концов, там мы высыпаем, уже продукт более нормальной температуры, да, реакция прошла. И вот этот способ мы решили распространять, использовать для того, чтобы использовать установки по этот метод в зимнее время. Вот. И вот эти, суть его заметна, то, что мы ввели дополнительно оболочку, какую-то герметичную оболочку, и когда идет процедура, значит, основного консулирования, за счет тепла, тепло, и там до 120 градусов достигает, для разных, там, чуть меньше, кому-то лучше, наливается вот эта оболочка. Мы высыпаем отработанный брус, высыпаемся в мертвый брус. За счет нагрева он плавится, ну, не плавится, вернее, как-то. Поднимается температура, он становится рыхлым, и дальше просто добраем реагенты и вперед. Используем, то есть мы расширили возможности методов, все, там подойдет, два, две заклипотинута, тогда уже один, один получен. Ну, добавим, что, да. Ну, цель была распространить этот метод для работы в зимнее время. Ну, это тоже кафедральные дела, что к таким вопросам. Ну, здесь должен быть на сайт «Спасибо за внимание», его нет, не успели сделать, но суть от этого не меняется. Продолжение следует...